Субтитры создавал DimaTorzok 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 не козлов из горлов твоих, ибо мои все звери вместою и скот на тысячу горлов, знают все птицы на горах, и животные на полях предо мною. Если бы я узнал, то ты не исказал на мне, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ему я мясо лово, и будет просто зло, принеси жертву Богу хвалу, и раздай вселенную обету твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Брешнику же говорит Бог, что ты проповедуешь устану твои, и берешь завет на груста твои, а сам ненавидишь на столбине моего, и словами не бросаешь за себя. Удавидишь вора, сходишься с ним, и с пролюбовеями общаешься. Груста твои открываешь на взрослые, и язык твой скрипает коварство. Сидишь, и говоришь на брата твоего, на сына, матери твоей, и лечишь. Ты это делал, и замолчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, и замешу тебя, и предстал внутри глаза твои грехи твои. И разумеете это, добывающий Бога, добывая его, чтител, и не любит избавляющего. Кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, кому не буду я спасения Бога. И не любит беззаконно мою. И от греха моего очистить я, и за беззаконно я со мной. И грех мой всегда подавил тебе. Тебе единого все греши я, и я. И лукавский предотчанин твой, и лукавский предотчанин твой не сделал. Так что ты праведен, пределит твою мечи, судьи твоим. Вот я беззаконный, девчатый, а грехи родила меня мать твоя. Вот ты разлюбил истину в сердце, и внутрь меня и венний выбор стою. А противника и соком буду чист, а мой вина. И буду бегать снега, да не буду свечать радость и веселье. А градуса пусть и твои сокрушенные, а тропили все твои от грехов на вид. И изглазь и безблоками на вид. Сердце чистое сокровило мне горе, и дух правый обнови мне прийма. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость, спаси на твоего, и духа моего обечественного не отними от меня. Научу беззаконный путян твоим нечестивый, и добротяца. Избавь меня от крови, Боже, Боже, спаси на моего, и язык мой восхвалит правду твою. Господи, отверзи уста моего, и уста моего, и звезда свалит правду, и, Боже, ты не желаешь, я дал бы ее. Все сожжение не благоволись. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного, и не прежнего, и, Боже, О благодетельствии Господи по благоволению полным силам, Возврите истинные Иерусалима, когда благоудобно берете бежать все правду, Возвращение и все сожжение, когда возглав на алтарху, и тем словам, Слава, Своей 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 С Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аминь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аллилуйя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый мой Ангел Добрый мой Ангел, благодарю Тебя за эту ночь За всю жизнь От скольких опасностей Ты избавлял видимых и невидимых Прошу Тебя, мой Ангел Субтитры создавал DimaTorzok Не покинь смертный час, когда душа будет разрушаться от тела И проведи душу мою по мытарству Страшному и непонятному И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего Аллилуйя Иоанн Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас Мужчина Господи, житель бедности Благочестиво, честно Никогда не роптать и никому не завидовать И каждому дару жилье и Сергею Гавриилу Аллилуйя Святитель Христов Никола, мирлякийский чудотворец Образ крутости и воздержания, добрый архипастор Моли Бога о нас Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе Святые пророки, молите Бога о нас Пророк Илья, Иисея, Инох, Моисея, Самуила, Аарон, Ио, Авель, Иосиф, Патриархи, Ездра, Ниеме, Амос, Наумы, Саи, Иеремии, Вару, Казики, Иосия, Иаири, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Утрохи, Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Яков. Да исполнит Господь Духом пророческим Церковь Свою, дабы день прихода того нашего отшествия не заставлено с неготовым, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими святильниками истинной веры и сосудами полном милее добрых дел, заделанных Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, цветы Ангела и Архангела, Херонима, Сиропима, Всенебесные Силы, Престолы Божьего Предстоящего, Святые Апостолы, Петр и Павелы, Евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Тодарует Господь жажду и следует Священное Писание, ибо мы через них думаем иметь жизнь вечную, а они их свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Павликарм, Слинский, Устинки, Лосов, Касмай, Демиан, Андрей, Стратилат и Иерон Мущеник, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий Никамедийский, Георгий Победоносец, Пантелеим, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир Иоанн, Иосиф Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя антихриста, И даруй веру истинную, Анфиму, Нениамину, и страши родителей за ложное воспитание, Не дай им погибнуть. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богословный, Анна Таусов, Аннасий Великий, Ихрем Серин, Антоний Макарин, Али Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонинский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Антобольский, Анкараштадский, Аншалхайский, Кирилл, Миходик, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, И все перевозчики священного писания, Молите Бога о нас, Да сохранит нас Господь в святой православной деле, А замысел Иритиков И изничтожит, и мечток превратит. Аллилуйя! Молите Бога о нас, Светы, жены и девы, Фехо, первомущенца, Хатина, Самарина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адрия, Варвара, Екатерина, Перепетова, И Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Ирина, Мария, Мандолина, Мария Египетская, Прескила, Акила, Андроника, Юня, Киприяна, Устина, Да дарует Господь Послушание и Молчание, Соломудрия и стыдливость Женам и Девам И сохранит их от всяческого поругания Исправить непокоримость Галины Семейства Евгения, Надежды, 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 Светлана, Мария, Раиса, Марина, Юлия, Желина, Людмила, Галины, Иоанна. Слава тебе, Господи, За тихую, мирную ночь, Что жизнь нашу продлил И разум сохранил. Дай нам желание трудиться, Обнаружить и умножить наши таланты, Дарованную тобой. И для всего пошли нам, Господи, Добрых помощников, Наставников и советников. И сохрани нас здесь, И селение наше от пожара, От ворот, и чистой силы, Живущих там, Виктора, Андрея, Игоря, Игоря, Игоря Церапима, Алексея, Иосифа Романова, Владимира Никитова, Михаила. И пришли добрые жители, Знающих устав, Любящих тебя, И с детьми, И сохрани школу. Спаси и помилуй, Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никита, Шадрик, Виктора, Сергея, Себастьяна, Любимый, Минолик. И расширь пределы в общем, Побуди всех на благодействие, Много и души. Пошли все необходимое Для принятия гостей, Всеростных и детей. Аллилуйя! Спаси и помилуй, Татьяну, Помилуй болящих. Дай им силы все перенести, И пошли населения Сергея, Алексея, Анну, Александр, Валерию, Фаину, Антонину, Игорь, Василия. Нас помилуй, Милости, Татьяну и Яраги. Два Валентина, Устрой по воле твоей судьбой. Каин, Вуя. Все помилуй, Димитрия, Марии, Мощаных, Валентина, Алексея, Валерия. Валентина, Надежда, Димитрия, 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 Олега, Алексея, Александра, 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 Михаила, Ана, Юрия, Георгия, и всех, с кем мы познакомились, кому возвестили слово истины. Аллилуйя! Все помилуй, митрополита Иллариона, епископа Евтихии, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антуния, Священнария Акима, Павла, Геннадь, Сергея, 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 Епископа Максима, Сергея, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Геодор, и весь священнический, и высший истинный служитель, миссионерам, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и наедающим священникам, если угодно, и власти, воинствия, и страх, и на них, и через них, соплоди благое церкви, твои сохраних от покушения Владимира, Димитрия, Александра, Дональда, Рамзана Петра, Александра, Ардагена, И дам мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас ценить это мирное время, гонимых детей и твоих убиваемых, принемобителей вечных, и детей Сирии, помилуй, Аллилуйя, позри на врагов и разруши их, замостных, пующих против нас, закрой их лживые уста, примири их с нами, в судный день не помяни их безумия, ты знаешь их по имену, и благодетели наши, благослови, и сотвори благое нам, через ночь, Елену, Евгения, Евгения Тады, Максимов Владимировна, Аллилуйя, слава тебе, Боже наш, слава тебе, будь милой, сукками греша, спаси и помилуй, Аллилуйя, путешествующих, это есть, наступник от Николая Михаила Александра, найди в роду, и не дай им погибнуть, в ожесточении сердца, всех узнаешь, Господи Боже, наши от пьянства избавив, Павла Михаила, Андрея, Владимира Александра Игоря, Аллилуйя, все наше родство, наив, и такие, Валентина, Ирину, Татьяну, Маркунину, Ольгу, Елену, Мария, Татьяну, Аллилуйя, это наше сокровище, сайт, можно сохранить, все здесь есть, для пользы людей, трудящихся на Болгарии, Валентина, Василия, Сергея, Аллилуйя, да будет этот день посвящен прославлению Твоего имени, Христе Божий наш, и дивных дел Твоих, Аллилуйя, и место в себе защити, дабы чудо не могли приблизиться к Нему, Сохрани нас от лживых обольстителей, и нас помилуй милости Твоей, я ради, как Ты велик, наш Господь, научи нас размышлять о считанном и о виденном, что мы скажем на суде Божьем, имея такие преимущества перед многими, которые не могут передвигаться, которые не могут видеть этот мир, пошли им радость и утешение Твоим присутствием, и во это заменит все. Слава Тебе, Божий наш, слава, Аллилуйя, будь милостив, к нам, Владыка, прими нашу молитву, в одеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом, благодати Твоей, и соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Господи, исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам и прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай Ты, да слыши Тарап Твою. Говори, Господи, Аминь. Доброе утро. Так, сразу Сергей к тебе обращаюсь. Нынче-то помощи нет ниоткуда и непонятно почему. Хорошо, если за мной заехал, договорись во сколько. Заехать, вот где мы заезжали, тогда не помогали тут. Они только по интернету отвечают. Я послал письмо, а ответа не было. Не получили. Или там замена какая произошла. Надо теперь идти, просто заехать, туда зайти, куда мы заходили, где я дарил книги в прошлом году. Потом ты привозил там к сыну оттуда. Ничего нет. А раз нет, мы должны позаботиться, подготовить, потому что Витя пригонит, если Газель, ее сразу загрузить. Мука, крупы, масло, сахар, ничего нет. То есть нам ждать абсолютно нечего. Я ждал до конца. Это надо сделать сегодня, чтобы было все приготовлено. Витя приедет, Газель загрузим, и Андрей там берет машину. Еще тут одна на машине приезжает. Заберем людей. Подъезжай кое-кто. Пожалуйста. Реши потом, после этого, отдельно на меня выйди, как позвони или что. Ну, мы, кроме того, что молимся, я все время добавки делаю. А добавки какие? Такие, что молитве помогает или препятствует. И вот мы разные тут моменты такие беседовали. Сейчас о дисциплине. Вот воскресные дни. Где теперь найти? Надо мне воскресные дни, а на десятые. Сейчас я найду или нет? Сразу закрыл. Мне неудобно здесь. Воскресные дни. Сейчас, минуточку найду, может быть. Нашел. Добавляем. Эта дисциплина у нас, дисциплина висит в коридоре. Ну, как в притворе церковном. Правила. Какие необходимы церковные дисциплины? Вот спрашивают, ну, а почему у других нет? Ну, давайте конкретно посмотрим. Приезжают люди разные, священники, патриархийные все. Московская патриархия приезжает, и даже других мест. И все считают, а почему нигде ни у кого нет? Ну, вот вы первые начните, они переписывают, фотографируют, и ни один, повторяю, ни один. Это не день, два четверть века. Никто выполнить не может. Почему? Потому что другие, у которых ничего этого нет, они буквально кидаются на них. Вы еще тут придумываете, торговлю убрать, как жить? То есть, десятины нету, десятина Богом установлена. Так это в Ветхом Завете, они даже не понимают, что речь идет о взаимоотношениях с Богом. А отношения с Богом в Ветхом, в Новом то же самое. Зато он говорит, возьми Бога в соучастники. Он дал тебе жизнь. Согласен, да, но это мало или много. Дал тело, нервы натянул, сухожилия, кости не рассыпаются, глаза глядят, уши. Но это Божье или нет? Ну да. Ну а почему за это-то сказать, Господи, десятую счастье отдам все, что я делаю, руками, ногами, хожу, гляжу, и все. Еще не изменилось. И человек проклятием проклят, что с Богом не делится. Десятину эту Бог на себе же не берет, но называет своей. Я говорю, а почему называют меня, обкрадывайте? Не потому, что я от своего должен отдать десятину, а от того, что Бог дал мне в руки. Он десятину приложил свою, меня обкрадывайте. Или не хотят понять? Я никак не могу по сегодняшний день до конца понять. Мне кажется, какое-то помутнение ума. Божье она, Божье приложил, Бога отдал. Ветхом, в новом разнице никакой нету. Потому что и тогда все Божье было. Земля, воздух, дожди, солнце. Это Божье было, Божье. Ну за это Богу десятину, отдай. Это моя, Бог говорит, меня обкрадывайте, меня. А не то, что вы пошли, чужие деньги дали вам на сохранение. Бог дал, чтобы мы передали своими руками. И священнослужители будут обеспечены в достатке. И принесли, говорят, груды, груды. Навалина была, были продуктами. Денег, видимо, мало было. Так вот, нам необходимо знать церковную дисциплину. А что в нее входит? Вот я считаю, пункт за пунктом. В воскресные дни, в Дунадесятые праздники, не занимайтесь обычной работой, но упражняйся в молитве, заниматься Словом Божьим, посещать больных, отдыхать на лоне природы. Разрешается работать только на тех работах, которые позволены эта медицина, животноводство и охрана. Все. Кавычки открыты от святого дня воскресения Христа Бога нашего до недели новой во всю седмицу верные должны во святых церквах непрестанно упражняться в псалмах и пениях и песнях духовных. Радуйся торжеству и во Христе и чтению божественных писаний внимая и святыми тайнами наслаждаясь. Ибо таким образом со Христом вместе воскреснем и вознесемся. Того ради отнюдь в реченные дни да не бывает конские рестания или иное народное зрелище. шестой вселенский собор шестьдесят шестое правило по закону двенадцать пять интересно вот когда встречаются три шестерки один раз встречается в Библии но они еще не значат но просто внимание заостряю шестая глава шестьдесят шестой стих Евангелия от Иоанна речь идет о причастии и они отошли из-за этого все-таки что-то значит это и здесь шестой вселенский собор шестьдесят шестое правило почему его сплошь нарушают вот у нас в воскресенье отдыхает вся деревня никто не может даже ну никто в поле выезжал раньше трактористом или потому что посевная или уборка как раз в этот день хорошая погода все дождь идет нельзя этого делать нельзя и этот день поехал сломался трактор все больше не ездил надо научиться Бога чтить а день с седьмой суббота Господу Богу Твоему она не наша суббота то мы ее как можем брать то воровать не делай воны и никакого дела ни ты ни сын твой ни дочь твоя ни раб твой ни рабыня твоя ни вол твой ни осел твой ни всякий скот твой ни машина твоя значит не проще перечисляется что вот тщательно смотрят за этим я знаю адвентисты седьмого дня один адвентист работал у нас говорит сторожем и в субботу холодно это в Сибири и он тогда делал так в пятницу вечером загружал пищу а в субботу только разжечь братья узнали поговорили их братья и запретили это делать как или терпи или уходи и плитку нельзя включать в Израиле один ресторан говорит не разогревает пищу один ресторан принимает там где-то у вокзала или где иностранцы ему объявили такой бойкот он прогорел весь нельзя ездить больше написано субботнего пути а сколько ну допустим 10 километров или сколько чтобы люди могли в храм собраться ну а приехали там туристы американские каждая бабка еврейка хватает камни и кидает в них ребятишки все машину всю сразу изрешетили все больше никто не поехал пожаловаться говорит а на кого жаловаться вся страна держится закон вы приехали ну и соблюдайте вот исход 20 глава 10 стих все знают только 4-5 не делая никакого изображения а 25-й где говорится делайте нет я все время с сектантами знаю с еретиками никаких конфессий динаминации нету это еретики под этими словами скрылись и они ну на каждом шагу лгут им признать что они не правы это значит вся жизнь насмарку я говорю бог то сказал сделать изображение он не молчит ну отвечай уже вначале ты просчитал здесь не делай изображение того что на небе вверху а херувимы на небе молчит но через минуту опять бросается опять то есть это вот говорят зомбировано не люблю это слово но здесь именно это и есть все сатана закрутил мозги не подобает христианам иудействовать и в субботу праздновать но работать им все день а день воскресный подобает преимущественно праздновать если могут как христианам если же обнаружился иудействующие да будут анафема от христа а сейчас подделываются под евреем слово бог пишет б тире и г иудействует а зачем то есть они лукавят и ты с ними йота и черта не пройдет а ты везде букву бросаешь ничего не понимают почему послушания нет вот сидят Андрей Ткачев и Андрей два Андрея Андрей Кураев профессора и вот они беседуют что такое ересь видимо тема назревшая и правильно говорит им кидается как кинжалом друг в друга и дальше рассуждает о таких глубинах вот меня спрашивают а вы это знаете не знаю то есть такие слова там по еврейски что к этому относится мне зачем знать церковь приняла эта ересь я ее считаю ересью мне не надо определять они определять пытаются это Ладикия 29 Ладикийский собор правила Матфея 12.5.10 Марка 3.2.4 и 100 глав 21 глава то есть я показываю откуда говорится про празднование вот это для всех членов церкви совершенно недопустимо непотребство в виде табакокурения наркотиков у нас нет этого ну а если бы женщина с ребенком ходила ребенок уже в армию ее сын и она очень хотела но курила мы даже не знали но выявилась подруга нашей сестры Елена Политыкина и вот она она ушла ушла мы сказали с табаком больше на территорию храмово не заходить и бросай я брошу когда-нибудь ну когда-нибудь бросишь туда придешь она ушла совсем а куда ходит ну туда где это разницы нет и отец Аким был в Греции и говорит служба закончилась я сижу с настоятелем лежу там в окно в церковной ограде курят стоят мужики да я говорю он тут причащался ну да да какая же так ну у нас эпитемия есть хотя бы один сейчас до причастия не курил да какая же это эпитемия у которой хотя бы один сейчас до причастия постился один сейчас а у нас то семь недель явно что православие сегодня это в подлинном смысле хранитель соборных установлений теоретически вот так запрещается не только заниматься но и считать книги интересовать астрология экстрасенсорика нетрадиционной медицины лечиться у телебесов и бабок шептух все это приравняется к чечайшему греху волшебства колдовства ворожбы отлучаются на 18 лет василий великий 65 72 это правила какие это все из книги правил считаю предающиеся волшебникам или другим подобным дабы узнать от них что вас хотят им открыть согласно с прежними отеческими о них постановлениями да подлежат правилу шестилетней эпитемии то есть сами которые ходят той же эпитемии надлежит подвергать и тех которые водят медведиц или иных животных на посмешище вот как оказывается сырка сыркачи и на вред простейших и соединяя обман с безумием произносят гадания о счастье о судьбе о родословии и много других подобных толков равно и так и так именуемых облакогонители и обаятели и делатели предохранительных талисманов и колдунов закосневающие уже всем и не обращающихся и не убегающих от таковых пагубных языческих вымыслов определяем совсем извергать из церкви как и священное правило повелевают ибо какое общение света с тьмой как говорит апостол 2 коринфян 6.15 ну вот это что впереди говорится и знает и что могут выполнить сегодня это не как батюшки ходили лечили все Кашпировского я говорю даже без основания уже натуральное но батюшки ходили ну и батюшку туда же за хвост в яму или какое сложение церкви божией саидолы или какая счасть верному с неверными какое же согласие Христа с Вильяром это шестой вселенский собор шестьдесят первое двадцать четвертое правило волхвоющие и последующие языческим обычаем или вводящие некие вдомы свои ради изыскания волшебства или ради ощущения да подвергается правилу пятилетнего покаяния по степеням установленным три лета припадания и два лета молитвы без приобщения святых тайн только сходил к такому пять-шесть лет Аркирский собор двадцать четвертое правило Василия Великого восемьдесят третье и Григория Низского третье Роза Мира Даниила Андреева Рерих Иванов Порфирий Кольмевич Настрадамус Ванга и тому подобное все это бесовщина влекущая интересующейся ими как и в явлении НЛО полтергейст в гиену к дьяволу подобной книге нужно сжечь выражение оставляя живых исход двадцать два восемнадцать нет волшебства в Иакове и нет ворожбы в Израиле в свое время скажут об Иакове и об Израиле вот что творит Бог числа двадцать три двадцать три а и занимавшись чародейством довольно многие собрав книги свои сожгли перед всеми сложили цены их и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм по сегодняшним деньгам если перевести очевидно что речь идет не о двух рублях можно даже узнать сколько второзаконие восемнадцать десять двенадцать возлюбленное не всякому духу верьте но испытывайте духов от Бога ли они потому что много лжепророков появилось в мире Духа Божия и Духа заблуждения узнавайте так всякий дух который исповедует Иисуса Христа пришедшего во плоти есть от Бога а всякий дух который не исповедует Иисуса Христа пришедшего во плоти не есть от Бога но это дух Антихриста о котором вы слышали что он придет и теперь есть уже 1 Иоанна 4 1 3 2 Фессалоникийцам 2 9 12 Галатам 5 20 Деяние 19 19 исход 8 19 то есть места откуда есть необходимо чтобы проводились вне богослужебные и собеседования для разрешения всех вопросов в журнале тогда был паломник журнал я просчитал говорит и когда прекратились внебогослужебные собеседования занятия с людьми нравственность ушла на дно моря вот как ну думаю добавки это на сегодня хватит сейчас сейчас будем так делать я отключусь а потом на события дня перейду ну каждый сам реши надо ему это или не надо но события очень интересные были вот 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 вот